МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. Продолжает программа Зонаикс. Мне Александр Смирнов. Здравствуйте. Наркооптовик и группа минеров задержаны столичными оперативниками. Все они звенья одной цепи. Первым силовикам попался 30-летний житель Минска. Он и был ключевым игроком, который забирал из тайников крупные партии товара. Взяли мужчину с поличным, когда он пришел за очередным весом. Правоохранители изъяли свыше 2 кило альфа-ПВП. Эту синтетику дилер должен был расфасовать на более мелкие дозы и через закладку передать курьерам. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к распространению психотропа, сотрудники с поличным задержали пятерых мужчин в возрасте от 29 до 38 лет. В закладках фигурантов, изъятых в лесополосе на территории столицы, обнаружено изъято свыше 500 граммов альфа-ПВП. Все наркоделеры являются звеньями одной преступной цепи. Действием задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за сбыт наркотиков. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Его подготовил Александр Камович. Взял ключи от чужого авто и разбил его. Поврежденный дорогостоящий автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ в Кювете на улице Богдановича в Орше. У Порше оказались деформированный бампер, крылья и фара. А за рулем иномарки сидел 23-летний местный житель. Инспекторы установили, что водитель был пьян. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила около полутора промилле. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что молодой человек в результате поездки успел совершить еще одно ДТП, после которого скрылся с места происшествия. Более того, оказалось, что он никогда не имел водительского удостоверения, а также управлял чужим угнанным автомобилем. Им он завладел после застолья с сыном владельца дорогостоящей иномарки. Без спроса, взяв ключи от Порше, Оршанец проехал по городу почти 5 километров, после чего оказался в кювете. В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Следователями возбуждено уголовное дело за угон. Оружие киллера нашли сотрудники милиции у жителя Добружского района. Эксперты подтвердили, пистолет хоть и самодельный, но боевой. Так в отдел криминалистических экспертиз поступило оружие с глушителем. Нашли ствол у 53-летнего мужчины, которого подозревают в хранении марихуаны. В собранном виде в такой самоделке присутствовали все необходимые для стрельбы части и механизмы. Рамка с рукояткой, спусковая скоба, ствол, ствольная коробка, запор, спусковой механизм и предмет для снижения звука выстрела. По итогам проведенных исследований судебный эксперт сделал вывод, что представленный предмет является самодельным, ручным, стрелковым, гладкоствольным огнестрельным оружием. По словам владельца, пистолет ему достался в наследство от деда, который когда-то работал на Тульском оружейном заводе. В Гродненском районе удалось выйти на серийного вора по следам на окурке от сигареты. Так, с 2019 года на территории района происходили кражи из дачных домов. Чаще всего злоумышленник забирал вещи, стройматериалы и цветные металлы. Во время осмотров мест происшествий были изъяты различные доказательства, с которыми контактировал возможный преступник. В дальнейшем судебно-генетическое исследование показало, что на ряде предметов есть один и тот же биологический материал. В поле зрения сыщиков попал 41-летний житель Гродно. После задержания подозреваемого экспертиза подтвердило совпадение генотипов. Сейчас судьбой вора занимаются следователи. В молодечно-подростковая вечеринка закончилась в милиции. Так, в инспекцию по делам несовершеннолетних поступила информация, что в одной из квартир с градусом отдыхает компания школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Сотрудники милиции установили, что вечеринку организовал 15-летний юноша в честь своего дня рождения. Местом для тусовки выбрали квартиру брата, который сейчас в армии. Алкоголь, а это шампанское и пиво, купила мать-именинника. В отношении женщины составлен административный протокол, ей грозит крупный штраф. А вот школьникам придется наблюдаться у врача-нарколога. Также их поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Школьник из Борисова помог бабушкам донести тяжелые сумки до дома и заодно забрал их кошельки с деньгами. Еще 16 марта в милицию обратилась 78-летняя местная жительница. Ее кошелек с наличными и пенсионным удостоверением странным образом пропал. Спустя несколько дней с аналогичным заявлением обратилась 71-летняя женщина. У нее также непонятным образом пропал кошелек и без малого 1100 рублей. Как установили оперативники, в эти дни к пенсионеркам по пути из магазина обращался подросток и предлагал помочь донести тяжелые пакеты до дома. Впрочем, цель подростка была неблагородная, воспользовавшись невнимательностью женщин. Похитила сумок кошельки. К слову, деньги парень сразу потратил, купил телефон и вейп. Заплатить за такой поступок придется уже перед законом за кражу. Возбуждено уголовное дело. Это был проект «Зона Икс». Не пропустите наш вечерний эфир в 18.15 на «Беларусь-1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова